Вопрос обеспечения Амдерм и топливом сегодня обсуждался на внеплановом заседании депутатского корпуса с участием представителей администрации Ненецкого округа и Заполярного района. Вопросы создания и продвижения региональных брендов обсудили в окружной столице за круглым столом. В администрации Заполярного района состоялся торжественный вечер, посвященный 13-летию муниципального образования. В рамках празднования были подведены итоги конкурса «Гордость Заполярного района», а также вручена награда «Почетный гражданин Заполярного района». В муниципальных образованиях округа до конца апреля идет формирование списков претендентов на получение медали за любовь и верность. Праздник Мишки на Потягушке пройдет 6 апреля на административной территории заповедника Ненинский в поселке Факел. С предложением о сотрудничестве в Ненинский округ прибыли представители арктической пуховой компании «Руиз». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Обеспечение дизельным топливом арктического поселка сегодня обсудили на рабочем совещании в собрании депутатов Ненинского округа. Как сообщил глава Заполярного района Алексей Михеев, подтвержденные остатки дизельного топлива в Севержелком сервисе составляют 188 тонн и еще 14 тонн ракетного топлива. Этого объема, по словам главы района, хватит до третьей декады мая, а с учетом потепления на больший срок. Расход сегодня 3 тонны. По прогнозу посмотрели, до 20-го где-то будет минус 15, потом в плюс уходит. Думаю, что расходы уменьшатся. 3 тонны, 202 делим на 3, получаем количество дней, на которые физически сегодня там действительно есть топлив. По словам Алексея Михеева, Севержелком сервис намерен осуществить дополнительный завоз топлива порядка 160-180 тонн. Его планируют начать в воскресенье. Глава Заполярного района также отметил, что предприятие, проанализировав деятельность предшественника Амдермосервис, объем закупки топлива у которого в течение 2016 и 2017 годов составлял 1300 тонн, закупил на этот сезон 1400 тонн топлива, 1250 дизельного и 150 ракетного. Есть у меня вопросы, конечно, к тем остаткам, которые должны были быть и которые сегодня физически подтверждены. Разбираться будем, если там есть что-то, соответствующие органы однозначно в первую очередь будут уведомлены. И я крайне заинтересован, чтобы разобрались по данным, там должно быть больше остатков, чем физически сейчас подтверждены. По итогам совещания принято решение оценить запасы топлива на месте. Как отметил спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, этот разговор получит продолжение по итогам поездки в поселок, когда специалисты воочию убедятся в существовании или отсутствии проблемы. Северный завоз и все, что связано с отоплением сел, это вопрос жизненно важный и поэтому требует нашего первостепенного внимания, резюмировал председатель окружного собрания депутатов. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север. Далее к другим темам. Вопросы создания и продвижения региональных брендов обсудили в окружной столице за круглым столом. Инициатором встречи выступила сенатор Совета Федерации от Ненецкого округа Римма Галушина. Ни для кого не секрет, бренды становятся драйверами развития регионов. В свою очередь Ненецкий округ славится производством мясной продукции, в частности оленины. Тамара Критская считает, что мясокомбинат – это уже бренд сам по себе. И вкус местных деликатесов давно известен далеко за пределами нашего региона. Впрочем, чтобы бренд заработал в полную силу, нужно начинать с нуля. Именно если мы его выдвинули, то это нужно в первую очередь смотреть по качеству нашей продукции. Начиная с наших пастбищ, какое качество оленины, с которым можно приготовить такую-то продукцию. Вот два года мы страдаем из-за качества мяса. Я везде, на всех уровнях об этом говорю. То, что убойные пункты соответствуют 70-х годов, это тоже бренд надо начинать с самого начала. И держать его на таком уровне, чтобы он действительно был бренд нам. Не только мясной, но и рыбной продукцией славится округ. Ее реализацией занимается СПК «Арка Антик». Только за год сотрудниками доставлено 11 тысяч тонн морской рыбы и 200 тонн речной. Экспорт за границу составил всего 4 тысячи тонн. Большим спросом как в регионе, так и за его пределами пользуются зельдь и семга. О перспективах разработки межрегионального бренда «Печорская рыба» рассказал Николай Хохлов. В целях продвижения, в случае создания брендов, в настоящий момент, в департаменте, в следующий момент, находится проект постановления администрации по предоставлению, по субсидированию, участию и затрат, участие в ярмарках и выставках. Ну, это как один из шагов в целях продвижения наших продукций. Единым отличительным знаком качества региональных товаропроизводителей, в том числе потенциальных экспортеров, может стать торговая марка «Сделана в НАУ». Новый бренд был представлен в марте этого года на соревнованиях «Бурандэй». Бренд сделан основан на том, что способен подчеркнуть уникальность региона и служит единым отличительным знаком качества наших производителей, в том числе потенциальных экспортеров, которые будут вручаться на правах безвозмездного пользования на ограниченный период времени в Сочи соответствует производительной продукции критериям, которые будут установлены порядком использования данного товарного смаза. По информации руководителя профильного департамента, в текущем году запланированы маркетинговые исследования, разработка бренд-стратегии, формирование портфолио продукции и продвижение бренда «Сделано в НАУ». Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». За первые три месяца текущего года мобильная медицинская бригада посетила 12 населенных пунктов региона. Врачи передвижного медицинского отряда осмотрели 3,5 тысячи сельских жителей, в том числе 892 ребенка и 195 оленеводов и членов их семей. Сегодня и до 8 апреля включительно передвижной медицинский отряд работает в селе Ома. Параллельно жители села Ома в эти дни обследуют передвижной флюорографический отряд. 9 и 10 апреля медики отправятся обследовать население Вижаса и Снопы. На 17 апреля запланирован вылет медицинской мобильной бригады и передвижного флюоротряда в село Несь. 26 и 27 апреля бригады посетят деревни Мглу и Чижу. Напомню, в состав расширенной медицинской бригады входит терапевт, педиатр, психиатр, нарколог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, хирург, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог и врач УЗИ. Во время медобследования жители населенных пунктов могут сдать биохимический анализ крови на онкомаркеры, экспресс-анализ на выявление рак кишечника. Согласие пациента можно сдать анализы крови на ВИЧ-инфекцию. В администрации Заполярного района состоялся торжественный вечер, посвященный 13-летию муниципального образования. В рамках празднования были подведены итоги конкурса «Гордость Заполярного района», а также вручена награда «Почетный гражданин Заполярного района». Единственный в Ниньском округе муниципальный район был образован в рамках реформы местного самоуправления в России в 2005 году. Официальная дата – 4 апреля. Торжественный вечер, посвященный дню рождения Заполярного района, открыл глава муниципалитета Алексей Михеев. Заполярный район встал на ноги. Заполярный район на сегодня большое, серьезное муниципальное образование, которое знают не только о Ниньском округе, знают и соседи, знают и на уровне Российской Федерации. Все это благодаря, конечно, нашим людям, нашим жителям, нашим труженикам. С поздравлением от имени губернатора Ниньского округа выступил заместитель главы региона Михаил Васильев. Летопись Заполярного района несет в себе самобытную культуру, историю развития печорских земель и арктических территорий, судьбы тысяч людей, оленеводов и геологов, рыбаков и ремесленников, нефтяников и строителей. Всех, кто чтит традиции предков, работает на благо изумляков и своим трудом создает прекрасное будущее Ниньского автономного округа. Продолжилась праздничная встреча награждением выдающихся жителей Заполярного района. В этом году высшее звание «Почетный гражданин Заполярного района» присвоили Надежде Ковалевской, председателю Ниньской окружной организации Всероссийского общества инвалидов. Огромное спасибо хочу выразить всем тем, кто поддержал мою кандидатуру на столь высокое звание. Я буду с честью и гордостью нести это звание «Почетный гражданин Заполярного района». Я приложу все усилия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В завершении торжественного вечера наградили победителей конкурса «Гордость Заполярного района». В этом году конкурс проводился по семи номинациям. Достояние района, проект года, мастер, доброе дело, профессионал, патриот Заполярного района и поступок года. В последней номинации победу одержали жительницы села Шойна, Елена Сидорова и Елена Коткина. Мы представили на конкурс наш проект, успешный проект «Детский городок в песчаной жемчужине». Это проект, который мы заявили на краудфандинговой платформе. Он успешный, признан. Мы собрали более половины заявленной суммы, которая нам была необходима. И данный проект вызвал большой резонанс в обществе. И мы решили вот с таким проектом заявиться на участие в конкурсе. Стоимость оборудования и доставки детского городка порядка миллиона рублей. Благодаря проекту удалось собрать более 400 тысяч. Остальная часть средств будет выделена из районного бюджета. Таким образом, в отдаленном Заполярном селе уже этим летом появится долгожданная детская площадка. Александра Литкова, Леонид Шижелов, Телеканал «Север». 18 жителей округа родилось в прошлом году благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Всего таким видом медицинской помощи в 2018 году воспользовались 40 жителей округа. В 2016 году процедуру ЭКО прошли 38 женщин. Благодаря современным репродуктивным методам на свет появились 11 малышей. В 2017 процедуру ЭКО прошла 31 женщина. В результате родилось 16 детей. В этом году выдано 13 направлений. У нас все больше положительных результатов. Женщины у нас есть, которые и 9, и 10 ЭКО в анамнезе. И сейчас им удается вынашивать и рожать. Удалось все-таки. Практически любая женщина может под нее... То есть даже пограничений по возрасту у нас нет. Мы ориентируемся на уровень гормонов. Если она попадает, то, пожалуйста, можно. Даже женщины, у которых нет полового партнера, она уже чувствует, что время подходит. Тоже по этой программе можно бесплатно. Показания к процедуре экстракорпорального оплодотворения определяет лечащий врач. Выбор медицинской организации для проведения процедуры осуществляется пациентам в соответствии с перечнем медицинских организаций из числа участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. По информации Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения НАО, чаще всего пациенты из нашего региона выбирают медицинские организации Архангельская и Санкт-Петербурга. Добавлю, что процедура ЭКО как вид специализированной медицинской помощи оказывается за счет средств обязательного медицинского страхования. При этом из средств окружного бюджета пациенткам компенсируются затраты на дорогу к месту лечения и обратно. В муниципальных образованиях округа до конца апреля идет формирование списков претендентов на получение медали за любовь и верность. Федеральная квота на награждение медалью для Ненецкого округа, как и в прошлом году, составляет 70 семей. По 35 медалей предусмотрено для семей в Нарьинмаре и Заполярном районе. Критерии отбора претендентов на награждение с прошлого года остались неизменными. Награда в этом году будет вручена семьям с историей семейного союза свыше 40 лет и воспитавшим не менее двух детей, или свыше 45 лет и воспитавшим одного ребенка. Медаль традиционно получают супруги, известные в регионе крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, и воспитавших детей достойными членами общества. Вручение наград запланировано в рамках мероприятий, приуроченных государственному празднику – Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. С 2010 по 2018 год в Ненецком округе медалью за любовь и верность награждено 516 пар. Предложением о сотрудничестве в Ненецкий округ прибыли представители арктической пуховой компании «Руиз». Они рассказали о деятельности компании в роли нашего региона и добычи пуха арктических птиц. Гага из семейства утиных обитает в Арктике, Канаде, Исландии и России. Птицы прекрасно адаптировались в этих неприветливых и суровых климатических условиях. Их пух считается самым качественным и служит более 20 лет. Мировое производство пуха – 3300 кг, из них 3000 производит Исландия, 150 – Канада, Норвегия и Россия – по 50 кг. В настоящее время рынок растет. Как говорят эксперты, Исландия не собирается наращивать производство. Поэтому для России есть возможность увеличить производство, в частности, в Карелии, Архангельске и Ненецком округе. Что касается нашего региона, представители АПК «Руиз» предложили сотрудничество. Для успешного развития этого проекта на территории Ненецкого автономного округа Архтическая пуховальная компания в этом году готова поделиться технологией по сбору и обработке. То есть сезон в Карелии, учитывая климатические условия, начинается раньше, в июне. Если будут люди готовы поехать за наш счет к нам рядом в Карелии, и посмотреть, как это работает у нас, и потом могли бы работать в июле месяце уже здесь. Также Василий Салтыков пообещал выделить рабочие места для местных жителей региона, обучить мастерству ручного производства конечной продукции и обеспечить всеми необходимыми материалами на первоначальном этапе. Ледоход на Печоре достигнет Нарьинмара 29 мая. Такой прогноз передает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозу специалистов Севгидромета, уровень воды на период паводка ожидается ниже 600 см. Критической для города является отметка в 620 см. Метеорологи напоминают, что в 2018 году ледоход добрался до окружной столицы в районе 25-28 мая. Во время паводка вода достигла отметки 381 см. Как отмечают специалисты Севгидромета, реки в 2018 году замерзли в ноябре, что на 10-30 дней позже среднемноголетних сроков. Зима этого года была аномально теплой и снежной. Весь зимний период промерзание почвы происходило медленно, и к началу апреля почва остается слабо промерзшей. Не зависит от сроков прохождения ледохода подопечный заповедник Аненецкий. Бурый Мишка почувствовал наступление весны и уже в эту субботу готовится ко встрече гостей. Ставший традиционным для жителей региона праздник Мишки на Потягушке пройдет 6 апреля на административной территории заповедника Аненецкий в поселке Факел с 11 до 14 часов. Выход из печки народного любимца отметят играми, мастер-классами, выставками и эстафетой. Также для детей и взрослых будут работать фотозона, сувенирная лавка, интерактивные площадки от музея заповедника Пустозерска и Центра арктического туризма НАО. Во время народного гуляния организаторы проведут чаепитие на свежем воздухе, на котором будет дан старт эко-акции «Нет одноразовой посуде». Первые 100 гостей, которые принесут с собой многоразовую чашку, получат бонус от заповедника Аненецкий. Эколога-просветительский праздник «Мишки на потягушке» проводится при финансовой поддержке социальных и культурных проектов Паулу Койл в республике Коми Ненинском округе. Традиционное пробуждение медведя отмечают в округе с 2014 года. Именно тогда он стал на постоянной основе проживать в заповеднике. Таковы новости этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...